Спешат выполнить заказ и несутся, сломя голову. Это о велокурьерах. Неделя не проходит, чтобы они кого-нибудь не сбили на тротуаре. У пешеходов серьезные травмы, некоторые оказываются в больницах. А уж о случаях, когда доставщик просто задел прохожего на скорости и говорит нечего их тысячи, очевидно, что в городе так быть не должно. Но заставить курьеров соблюдать правила, задача не из простых. Тем более, что для некоторых формальных правил вообще не существует. Юлия Богоманшина разбиралась в ситуации. Новые властелины тротуаров. Они, кажется, повсюду и очень спешат. Вылетают из-за спины, атакуют то слева, то справа. Их не останавливают ни снег, ни дождь. Для многих пешеходов курьеры на велосипедах и электросамокатах уже превратились в настоящую фобию. Он пронесся, почти задел меня сзади. Я думала, что я потеряю рожневесие и упаду. Но все, обошлось. Моего внука чуть не сбили с ног. И вот такой, причем встречный он видел. Ты гуляешь с собакой, нечаянно делаешь сторону, шаг. И он мимо тебя вот так, ты думаешь, господи, как же он меня не сбил-то? Ну страшно, я серьезно говорю, страшно. Страшно выйти на улицу, потому что действительно сбивают. И в соцсетях, на форумах постоянно появляются отчаянные крики души. МРТ и три рентгена после удара головой об асфальт. Вот так ездят на велосипедах курьеры. Мои травмы, сотрясения, повреждения шеи и локтя, трещина в ребре и гематомы по телу. Курьер меня сбил, извинился три раза и уехал. Написала заявление в полицию. Жду съемку камер. Зампредседателя Союза журналистов России Алексея Вишневецкого велокурьер сбил на тротуаре. Когда он выходил с работы из здания телерадиокомпании. Видеокамера зафиксировала этот момент. Скорость у курьера была приличная. Человек сбил меня на вздничь и собирался ехать дальше. Он даже не собирался ни извиниться, ни помочь мне подняться. Более того, он начал хамить сразу. Я спросил его, зачем он несется с такой скоростью по тротуару. Он спросил, а ты что видишь здесь велосипедную дорожку? Пешеход в такой ситуации по большому счету беззащитен. Стрясти, грубо говоря, что-то с этого велокурьера не представляется возможным, потому что он быстро скрывается. Не видно ни его номера. Видно, в лучшем случае, только цвет его термопота. В полиции советуют запоминать хотя бы индивидуальный номер курьера. Он на сумке. Алексей же вызвал наряд ППС скорую помощь. Здесь было нанесение легких телесных повреждений в результате ДТП. Я, честно говоря, не интересовался судьбой этого человека. Но там либо штраф, либо принудительная работа, либо арест. Конечно, велокурьеров за нарушение наказывают рублем. Во время рейдов, если попадаются на глаза сотрудникам ДПС. Вы знаете, что вы нарушаете право дорожное движение, когда перезжаете через пешеходный переход? Перед пешеходным переходом надо первым делом сначала спешиться и в пешем порядке перейти. Или вот еще один нарушитель. Движение на велосипеде запрещено двигаться по тротуару при наличии свободной проезжей части. Штраф за такие нарушения 800 рублей. Компании по доставке еды, конечно, утверждают. С правилами дорожного движения своих сотрудников знакомят. Проводят инструктаж при приеме на работу и даже фильмы показывают. Понятные на любом языке. Объясняющие. Велосипедист. Гость на тротуаре. Хорошие гости не ездят с высокой скоростью. И стараются не использовать звоночек, чтобы не потревожить хозяев тротуара. Пешеходов. Впрочем, и хозяева дорог автомобилисты велокурьеров тоже не ждут. Ты что, родной, красный? Скорости на городских дорогах чаще всего большие. И случаются доставщики еды сами становятся жертвами. Человека сбил просто сзади, его ударил автомобилем, сбил, просто догнал и ударил. С точки зрения водителя, кем надо быть в этом случае, я вот себе не представляю. Но если для автомобилистов и велосипедистов все-таки существует правило, их можно привлечь к ответственности, то для курьеров на электросамокатах законов пока нет. Молодой вид транспорта не относится ни к одной категории. Пешеход столкнулся с, допустим, электросамокатом. Это все равно, что два пешехода. И эта статистика не появляется в статистике ДТП. Как сертифицировать новые микромобильные средства, как грамотно развести все потоки движения, сейчас активно обсуждают на самых разных уровнях. Одно из предложений – если не избежать появления велосипедов и электросамокатов на тротуарах, то надо как минимум ограничить их скорость. Европейский опыт говорит, что при совмещенном движении с пешеходами максимальная скорость равна скорости пешехода. И важно сделать так, чтобы велосипедисты не боялись выезжать на дорогу. Срочные меры – это снижение скорости в городах до 50, до 30, убрать порог нештрафуемый. И меры долгосрочные, стратегические – это, конечно, инфраструктура. Строить везде отдельные выделенные дорожки. Европейские города объявили, они соревнуются, кто больше построит километров велодорожек. А Берлин говорит, мы 100 построим. Париж отвечает, мы 300 построим. Урбанисты уверены, Москве тоже стоит активнее включаться в это соревнование. Велосипеды и электросамокаты – не временная тема, а не надолго. А значит, рано или поздно всем участникам движения и на тротуарах, и на дорогах придется искать способы мирного сосуществования и помнить о вежливости и культуре. Юлия Богомаш, Марина Глебова, Валерия Рождественская, Лиша Султанов, Сергей Ким, Станислав Ильин, ТВ-Центр.